Калимова Адальяна Сибулаевна Калимова Адальяна Сибулаевна Сибулаевна Калимова Адальяна Сибулаевна Калимова Адальяна Сибулаевна В настоящее время мировые производители предлагают достаточно широкий выбор фемтосекундных лазерных установок. И одной из последних разработок отечественных ученых с компанией «Оптосистема» совместно с МНТК «Микрохирургия» и «Глаза Федорова» было создание первой отечественной фемтосекундной лазерной установки «Фемтовизум». Поэтому целью нашей работы явилось провести сравнительную оценку качества поверхности стромального ложа роговицы и морфометрических параметров роговичного клапана, сформированного с использованием фемтолатерных установок «Фемтовизум» и максимально приближенной по техническим параметрам к ней «Фемто-ЛДВЗ-6». На первом этапе нашего исследования нами была проведена качественная оценка поверхности стромального ложа роговицы после формирования клапана. Для этого мы сформировали две группы по четыре кадаверных глаза в каждой. В первой группе клапан формировался на лазере «Фемтовизум», во второй на лазере «Фемто-ЛДВ». Все полученные образцы оценивались при помощи сканирующего электронного микроскопа по шкале, предложенной доктором Сарайба, где один балл – самые гладкие образцы среди всех, пять баллов – самые шероховатые. Полученные снимки позволили нам проанализировать полученные образцы, где основное вещество было представлено волокнистой структурой, состоящей из коллагеновых волокон, погруженных в аморфное вещество. Это хорошо видно на увеличении как 200, так и на 400. Дальнейший анализ качественной оценки поверхности стромального ложа показал сопоставимость полученных результатов между группами. И дальше мы перешли ко второму этапу нашего исследования – это проведение 3D-оценки морфометрических параметров роговичного клапана, а именно толщины, диаметра и угла вреза. Для этого также было сформировано две группы, соответственно, с использованием каждого лазера, по 10 кадаверных глаз в каждой. На данном видео представлено исследование полученных образцов с помощью 3D-цифрового микроскопа, который имеет встроенную поворотную камеру, позволяющую ориентировать полученный объект в пространстве. И сейчас демонстрируется край роговичного клапана. Данное изображение в реальном режиме, без использования каких-либо фильтров. Использование данного микроскопа позволяет также использовать еще и встроенную программу, которая позволяет проводить дальнейшее измерение угла вреза края клапана. В нижней части экрана представлен измерительный график, построенный по измерительным точкам. Сейчас мы видим как в первой, так и во второй группе четкую Z-форму угла вреза роговичного клапана. Кроме того, с помощью этой же программы можно оценить значение толщины клапана и диаметра. Анализ результатов показал нам сопоставимость полученного угла вреза клапана заданным значением и показал тенденцию к уменьшению полученной толщины по сравнению с заданной. Это может быть объяснено условиями проведенного нами эксперимента. А именно это отсутствие слезной пленки, проведение деэпитализации перед экспериментом и использование формальдегида, который уменьшает толщину образцов за счет уплотнения белков. В обеих группах, как и после FEMTO-VIZUM, так и после FEMTO-LDV, мы видим, что диаметр клапана идеально ровный, вписывается в измерительный круг и значение полученных результатов сопоставимо с заданными. Полученные нами экспериментальные результаты позволили перейти к дальнейшему этапу, это внедрению в клинику и использованию лазера FEMTO-VIZUM уже в клинической практике, проведению операции FEMTO-LASIC. Нами была проведена в дальнейшем оценка морфометрических параметров роговичного клапана. Также сформированы две группы в зависимости от используемого лазера, где были прооперированы по технологии FEMTO-LASIC пациенты с миопией средней степени. Результаты оценивались при помощи оптического когерентного томографа византо-ОСИТИ. Исследования проводились в центральной части роговицы, в полутора, в трех и в четырех миллиметрах от центра к периферии, а также проводилось измерение диаметра клапана в горизонтальном меридиане ввиду формирования ножки на 12 часах. Как в первой, так и во второй группе клапан получился униформным, то есть равномерным по толщине от центра к периферии. И средняя толщина клапана в горизонтальном меридиане составила около 100 микрон, явилась максимально приближенной к заданным значениям. Те же самые результаты у нас получились при измерении в вертикальном меридиане. И данные по общей толщине клапана также получились высоко предсказуемыми. Отклонение от заданной составило всего около 3 микрон. Биомикроскопия позволила визуализировать четкий, ровный, аккуратный край клапана. И отклонение было минимальным. Отмечена была высокая сопоставимость полученного диаметра клапана заданному диаметру. Таким образом, установки FEMTO-VISUM и FEMTO-LDV позволяют формировать униформные, высокопредсказуемые по морфометрическим параметрам роговичные клапаны с высоким качеством поверхности стромального ложа роговицы без статистически значимой разницы между исследуемыми установками. Благодарю за внимание.